Добрый день, уважаемые! Меня зовут Геннадий Популов, город Иркутск. С 2000 года я занимаюсь печами-колориферами. Ну, сначала были банные печи, а потом постепенно пришел к отопительным печам. Вот живой экземпляр. Все эти печи-колориферы. Суть их заключается в следующем. Внизу, как видите, есть решетка. Туда затягивается холодный воздух, комнатный. И по каналу подается в две комнаты, в данном случае. Внутри металлоконструкция с площадью радиатора в пределах 5 метров квадратных. Это очень много. В качестве аккумулятора тепловой энергии используется камень. Камень в 4 раза эффективнее аккумулирует тепловую энергию в сравнении с кирпичом. Топлю я ее, значит, нечасто, когда энергию отключают или в сильные морозы. Две хапки дров, то есть одну тачку, смесь сосны и листвика. Хватает этих дров на двое суток. Но домик здесь небольшой. Суть заключается в следующем. Вот отверстие. Здесь стоит фильтр. Для того, чтобы печь не засасывала пыль. Горение здесь колосниковое, в данном случае. Забор воздуха с подполья и подача вторичного воздуха для догорания. Ничего здесь сложного нет. Эти отверстия и нижние для обдува лобовины, чтобы она не перегревалась. Здесь стояла обычная печь, трехходовка, с водяным котлом. Все это я разобрал, выкинул, потому как дальняя комната была практически холодной. Здесь была кухня, здесь было очень жарко, а там не дотягивалось тепло. Печь из витебского кирпича, под краску. Печи этой уже лет 5-6, не помню. Канал идет поверху тепловой. Идет через санузел. И заходит в комнату. Вот через это отверстие идет теплый воздух. Холодный воздух обратно идет в щель под дверями. Ничего сложного тут нет. Идем дальше. Вторая комната. Точно так же. Тепловый канал выходит, здесь выходит жар. Холодный воздух под дверью идет вниз. И заходит в печь. Это называется верхняя разводка. Они на самом деле бывают разные. Я сейчас все покажу. Разводка тепла может быть не только верхняя, как в данном случае, но и нижняя. Суть заключается в следующем. Вот комната, допустим, спальня. И эта спальня. Их нужно отопить. Из каждой комнаты тянем трубу, канал. Сечением, ну, в соточках, достаточно вполне. Что происходит? Из комнаты вытягивается холодный воздух. Печь является как бы насосом. Или двигателем воздуха. Теплый воздух вышел из печи. И он волей-неволей замещает холодный воздух. Идет циркуляция. Циркуляция воздуха. И здесь, и здесь. Нагревается комната. Таким же образом нагревается второй этаж. Можно даже отопить нижний подвал, нижние комнаты. Точно так же. Вот, допустим, нижняя комната. Тянем отсюда снизу канал в печь. Делаем отверстие. Отсюда холодный воздух вышел, теплый, идет вниз. Вот так вот отапливается. Это все хорошо забытое, старое. Все это когда-то существовало. Но очень хорошо забытое. Обращаюсь к застройщикам. И проектно-строительным организациям. Ребята, вы забыли народную мудрость. Плясать надо от печки. Вот эта печь, данная конкретная, в состоянии отопить 200 квадратных метров. Но, для того, чтобы она показала полные возможности, необходимо, чтобы она проектировалась изначально, на этапе бумажного строительства. позволяю ради И защите их согласиться. Я Afрез. ИН. И все, вы найдете прямо сейчас. Я считаю, что если удая неBSCRI Latinos. Они вам изменят неизменить.